Девушки и женщины И как назвали? Назвали аббревиатурой ЖОАП. Желтоводское объединение атомной промышленности. Прикольно получилось. И у нас есть уникальнейшая возможность заглянуть на совет редакторов. Телеканал ЖОАП. Мы не слепаемся от сладкого. Я тебе говорю, утро надо начинать с Доброе утро, ЖОАП. Ну а кто вести будет? Не, ну мы хотели пригласить поп-звезду Свету Лободу. Но всем известная компания обрезала нам бюджет. Козырева ЛТД. Мы сократим любую смету. Но мы вышли из сложившейся ситуации и пригласили звезду с сладкой парочки Женю Бардакова. Встречайте. Ой, господи. Кому ж такая красота достанется? Сам себе завидую. Ой, звезда в шоке. Полный фэшер. Девчонки. Я здесь. Звезда в шоке. Девчонки. Телеканал ЖОАП. Мы умеем трясти булками? После этого передачу для горных мастеров. Жди меня. Точно. А потом фильмец для военизированной охраны. Лампы исчезают в полночь. Сижу. Телеканал ЖОАП. У нас темно, но нас это не смущает. А потом передачу «Деловой мир» или «Как стать миллионером, работая в отделе закупок». И как раз вдогонку следствия с Сергеем Дроботом. Нет, малыш, а новости будут? Ну какой же канал без новостей? Смотри на экран. Сижу, жду зарплату. А мне говорят, на возгоке зарплаты не будет. Да, нормально получается. Насыщенный каналчик. О, а давай тачку на прокачку. А что, есть варианты? Конечно. Смотри на экран. Вот тебе СТ-3,5 мы отправили на РМЗ. На ремонт. Картинку меняем. А это мы получили с ремонта в РМЗ. О, Боже. Телеканал ЖОАП. Золотые руки желтоводских мастеров растут с нашего канала. Слышишь, а не хочешь что-нибудь погорячей? Например? Всунуть. Например, секс с Анфисой Чеховой. Да не, бюджет маловатый будет. А передачка-то хорошая. О, давай вместо Анфисы Чеховой пригласим Кристинку Белоуз. Супер! Телеканал ЖОАП. Расслабься и выпусти пар. И как вечерний кинозал, включим фильм про конец света. 2012. Нет, нет, нет. Мы же отменяем конец света. Давай лучше желтоводскую народную сказочку про шахтерушку. Жил-был шахтерушка. В городечке желтые водушки. Проработал он одну годушку. Да на первых сменушках и выросла у него запасная рученька. И была она помощницей ему в трудную годинушку. Проработал он вторую годушку. Да на вторых сменушках и выросла у него лишняя рученька. Да не помощницей она была, а проказница. Пошел он по ночным сменушкам. И выросли у него роженьки. Да как у сатанушки. А мораль здесь такова. Команда без тельняшек. Мы за безопасность. Небо поможет нам. Небо поможет искать. И небо поможет нам.